21 июля 2021 года с 200-й площадки космодрома Байконур был произведен успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М», которая вывела на орбиту новый российский многоцелевой модуль «Наука». После выведения на опорную орбиту модуль начал свой путь к Международной космической станции. Специалисты ракетно-космической отрасли протестировали оборудование модулей «Систему сближения и стыковки курс». Одновременно на орбите была произведена важная операция. Модуль «Пирс», который проработал в составе МКС почти 20 лет в связке с грузовым кораблем «Прогресс-МС-16», был отстыкован от надирного порта служебного модуля «Звезда» и сведен в плотные слои атмосферы. Модуль «Пирс» — долгожитель Международной космической станции. Он использовался как причал для пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс», а также как шлюзовой отсек для выхода космонавтов в открытый космос. Цель отстыковки «Пирса» — освободить место для причаливания многоцелевого модуля «Наука». После осмотра стыковочного узла специалисты приняли решение, что дополнительного выхода в открытый космос наших космонавтов не потребуется. Стыковка модуля «Наука» с МКС планируется 29 июля. Смотрите нашу прямую трансляцию. В Подмосковном Жуковском завершился 15-й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021». Более 20 ведущих предприятий ракетно-космической отрасли представили свои передовые разработки. Объединенная экспозиция Роскосмоса заняла более тысячи квадратных метров. В рамках деловой программы генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным было подписано соглашение с правительством Самарской области, обсуждены перспективы российско-казахстанского сотрудничества, а также двухстороннего взаимодействия с Суданом по созданию системы дистанционного зондирования Земли в интересах Восточно-Африканской республики. Холдинг «Российские космические системы на МАКСе» представил серию информационных геосервисов в рамках проекта «Цифровая земля». Бизнес-пользователям и госструктурам доступны десятки всесторонних решений на основе углубленной аналитики космической съемки. Эти продукты компании призваны оказать поддержку сельскому и лесному хозяйству, экологии, недропользованию, сектору чрезвычайных ситуаций и строительства. Также в рамках авиакосмического салона в Жуковском прошли встречи с космонавтами Роскосмоса. Они рассказали об экспедициях на МКС, своем пути в профессию, уникальном опыте выхода в открытый космос и полетах в составе международных экипажей. Новейшие разработки продемонстрировали НПО имени Лавочкина, Центр Хруничева, РКЦ «Прогресс», Центр Келдыша, КБ «Арсенал», НПО «Энергомаш», Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и другие предприятия отрасли. У командира транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» Антона Шкаплерова, а также участников космического полета «Клима Шипенко» и «Юлия Пересильд» прошла четырехчасовая тренировка на тренажере корабля «Союз МС» в скафандрах «Сокол». Экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя. Под руководством командира экипаж отработал условное сближение с МКС, облёт станции и причаливание к орбитальному комплексу в ручном режиме. Старт корабля «Союз МС-19», на борту которого отправятся в космос, участники научно-просветительского проекта «Вызов», запланирован на октябрь 2021 года. Космический зон TraceGas Orbiter российско-европейской миссии «Экзомарс» не нашёл в атмосфере Красной планеты даже минимальных следов метана, фосфина и других веществ, которые могли бы обозначить присутствие жизни земного типа. Одна из главных задач — оценить концентрацию метана и других газов в марсианской атмосфере и поиски источников их происхождения. За первый полный год работы инструменты TGO не зафиксировали в атмосфере Марса никаких следов метана, несмотря на то, что в то же время в кратере Гейл марсоход Curiosity фиксировал выброс этого газа. История, и она до сих пор не закончена. Марсоход на поверхности говорит, что метан видит. Мы прилетели и с отличной точностью, ну то есть с лучшей точностью, чем марсоход, говорим, что метана нет в атмосфере. И эти результаты, получается, друг с другом не соотносятся. И до сих пор продолжаются дискуссии. В чём же дело? Всё-таки какие-то неизвестные механизмы физические, которые быстро очень разрушают метан неожиданно. Или это погрешности измерений марсохода? Потому что в своих данных мы уверены, ну там это действительно даже очень легко показывается на пальцах, что метана нет. Ещё одно исследование Марса позволило учёным определить толщину коры Красной планеты. Плотность коры Марса оказалась существенно меньше, чем можно было ожидать, исходя из свойств поверхностного слоя. Радиус ядра Красной планеты составляет примерно 1830 километров. Такой большой размер подразумевает присутствие лёгких элементов в жидком ядре и оказывает большое влияние на минералогический состав вещества мантии. По предположениям учёных, в древности Марс обладал глобальным магнитным полем. Но около 4 миллиардов лет назад ядро Марса относительно быстро остыло, из-за чего сейчас можно наблюдать лишь небольшие намагниченные участки коры планеты. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров приветствовали с борта Международной космической станции Олимпийскую сборную России. Приветствуем нашу сборную и всех участников летней Олимпиады в Токио. Мы, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, находясь сейчас на Международной космической станции, говорим всем, кто прошёл сложнейший отбор и будет отстаивать честь своей страны. Мы гордимся, вы лучшие, мы с вами. В ближайшее время Центр подготовки космонавтов имени Гагарина начнёт разрабатывать программу подготовки экипажей к полёту на перспективном корабле «Орёл». Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов. Перспективный космический пилотируемый корабль создаётся в рамках российской лунной программы. Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на декабрь 2023 года с космодрома «Восточный». Во время этого полёта стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году «Орёл» выполнит второй полёт, также беспилотный, но с последующей стыковкой со станции. А в 2025 году планируется первый пилотируемый полёт «Орла». В Казахстане в городе Нур-Султан состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с премьер-министром Республики Казахстан Оскаром Маминым и министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным. Стороны провели переговоры по актуальным вопросам российско-казахстанского сотрудничества в космической сфере, в том числе по вопросу реализации совместного проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек», который также называют «Назарбаевский старт». Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путём модернизации космического ракетного комплекса «Зенит-М». Россия разрабатывает ракеты-носители «Союз-5» и «Союз-6», которые планируется оттуда запускать. Производственное объединение «Полёт» филиал космического центра имени Хруничева отмечает 80-летие. 4 июля 1941 года был издан приказ Наркомата авиационной промышленности СССР об организации в Омске авиационного завода на базе двух московских авиазаводов. 24 июля того же года первый директор завода, прославленный полярный лётчик Анатолий Лепедевский, подписал приказ о создании 166-го авиазавода. Эта дата считается днём рождения полёта — самого крупного филиала центра Хруничева. В годы войны на заводе выпускались бомбардировщики и истребители, а в послевоенное время был налажен выпуск пассажирских реактивных лайнеров Ту-104. С 1958 года на предприятии начался ракетный период. Завод приступил к выпуску боевых баллистических ракет. Здесь же создавались самые надёжные в своём классе ракеты-носители «Космос-3М», космические аппараты системы «ГЛОНАСС», сверхмощные двигатели «РД-170» и «РД-171» для ракет-носителей «Энергия» и «Зенит». С 2007 года полёт вошёл в состав Космического центра имени Хруничева. С этого времени на Омской площадке осваивается серийный выпуск ракет-носителей семейства «Ангара». Маленькая «Сомбреро» и сверхновая — это галактика в созвездии Пегаса, младшая копия знаменитой галактики «Сомбреро» М104. Обе они видны с ребра. Маленькая «Сомбреро» с кодовым обозначением NGC 7814 находится на расстоянии 40 миллионов световых лет от нас. 17 июля в этой галактике взорвалась сверхновая звезда. На снимке она чуть левее выше центральной области галактики. По таким сверхновым астрономы определяют расстояние до других галактик. Месяц Нептуна и Тритона На снимке крайняя планета Солнечной системы Нептун и его спутник Тритон. Газовый, или как его еще называют ледяной гигант, обладает уникальной атмосферой, где дуют самые быстрые ветры. Их скорость на экваторе составляет почти 650 метров в секунду. Такая скорость достигается из-за того, что атмосфера Нептуна имеет очень низкую турбулентную вязкость. Спутник Тритон внизу очень интересен тем, что на его поверхности были обнаружены гейзеры, которые выбрасывают жидкий азот на высоту 8 километров. Фотография сделана аппаратом Voyager 2 в 1989 году. Млечный путь и собственное свечение атмосферы Это зеленоватое свечение — оптический феномен, который был открыт в 1868 году шведским ученым Андерсом Ангстремом. Хотя свечение атмосферы является практически равномерным, при наблюдении Земли оно кажется наиболее ярким на расстоянии 10 градусов от горизонта. На переднем плане телескоп Кавказской горной обсерватории МГУ. Сзади на горизонте двуглавый Эльбрус. Автор снимка — Сергей Желтоухов. Присылайте ваши фотографии звездного неба и вопросы о космосе на tvsobakatvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Присылайте свои фотографии звездного неба и в ПК-4 и в ПК-4. У�бь, ВПП-4. Вп. 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 Продолжение следует...